Ты нам дал Духа Святого, который есть наш Дух Утешитель, который вводит нас, и все вводимые Духом Святым, суть цены Божией. Аллилуйя. Спасибо. Прославление. Давайте присядем еще ненадолго, у нас еще есть время. Нет, дальше без перевода. Вы знаете, для нашей поместной церкви, я верю в то, что наступил очень важный такой период, рубеж. Мы берем новую высоту, и я хотел бы вас к чему-то подготовить. Я помню, у нас уже с Натальей это четвертая церковь, которую мы когда-то основали в 2011 году, данную церковь на скале. В этом году, в декабре, 25 декабря будет 13-летие нашей церкви. Я помню, что была битва в Казахстане, где мы открывали тоже церковь, которая имеет название Любовь Христа. И там основной рубеж упирался в то, что мы приобретали здание, здание бывшего детского садика, и нужна была довольно крупная сумма денег. Вот, у нас ее не было, это были 90-е годы, был трудный период, и церковь была маленькая, и в основном пенсионеры, и где взять эти деньги. И мы часто входили в посты, и посты были, вы знаете, для нас это было тогда очень вообще странно. Вот мне поначалу было поститься, ну думаю, что такое пост, мы узнавали, что есть разные посты, есть сухие посты, есть полные посты, есть пост Даниила, по книге пророка Даниила, который три седмицы, три недели. Разные посты мы проходили, вся наша церковь, я уже рассказывал как-то, она проходила один раз, три дня сухой пост, это без еды и без воды. Целая церковь, и тогда нас было примерно около ста человек, мы держали пост, сухой пост, который очень хорошо описан в книге Исфирь. Вот, ну то есть эти посты все имели библейское основание, но первый раз мне было очень так, вот отказаться от завтрака, от обеда. Вот, я, у меня за спиной были голодания, я был студентом, и я пытался голодать по системе Поль Брега. Этот опыт был очень негативный, потому что я возненавидел холодильник тогда, в том плане, что я ходил, ругался мимо холодильника, да кто это вообще придумал, там, я смог проголодать где-то около суток, и я не выдержал, там, ну я тогда в Бога ни в черта не верил. И тут поститься, ну и у меня, как бы, такой негативный опыт о том, что голодание Поль Брега, может быть, мне этого и уже хватило. Ну, знаете, пост это совершенно другое, да, я хочу сказать, что самое лучшее оружие против нашей человеческой плоти, против нашей гордыни, это пост. Пост, я это понял когда-то. Самый лучший способ для смирения, смириться, сокрушиться, самый скорый метод, это пост. И мы начали поститься тогда, один день постились, я узнал, что в Майкудуке, в нашем городе, да, герои, в котором постоянно, ну, самый криминальный район, сестры, самые горячие сестры, вдруг откуда-то появились, вот Надя Карплювка, они все потом, вся семья большая уехала в Америку, и вот они тогда задали такой очень хороший темп, они первые, я услышал, что сестры постились 10 дней, ровно 10 дней, как? Братья не постятся, ну, в нашей церкви, мы только об этом узнали, потом начали читать Дерека Принца, пост и молитва, прочитали несколько книг, вот, а сестры постятся, при том 10 дней, это не просто там 10 дней, для нас это было что-то фантастичное такое, и я тогда осмелился тоже, ну, по вере, и вот я пережил тогда что-то особенное, какой-то прорыв, я научился поститься 3 дня, потом неделю, потом 3 недели, и у меня потом вот чисто по науке один хирург объяснил о том, что знаешь, что происходит во время полного отказа от пищи, нужно именно полный отказ от пищи, потому что другое не сработает. Почему? Хирург объясняет, врач-хирург объясняет, ну, вот я сегодня тоже врач, я сегодня повторяю его слово-слово буквально, на четвертые сутки после полного отказа от еды возникает так называемая парез всего желудочно-кишечного тракта, то есть желудок перестает работать, так как пища не поступает, желудок и кишечник перестают работать, это логично, это естественно, потому что желудку нечего переваривать, а вы знаете, на перистальщику уходит очень огромная энергия, в том плане, что вот постоянно двигать кишечник туда и сюда переваривать пищу, это очень много сил для этого надо, и тут вся эта сила, она высвобождается, ну, куда-то, ну, в том плане, что у человека появляется очень много сил, когда он долгое время не ест, ну, в большей степени более трех дней, или более четырех дней, или тем более, более семи дней, и я вот это пережил первый раз, когда я постился, семь дней, я вдруг пережил, что после где-то пятого дня возникает легкость, и какая-то вот такая энергичность, да, сила, 21 день, я активно работаю, двигаюсь, мозги хорошо работают, ясно, я ничего не ем, только вода, и в конечном итоге, по 10 дней я пропустился три раза, по 21 дней я пропустился без еды, только на воде, два раза, и зашел на сорокодневку, ну, вот эта сорокодневка, она как раз пришлась на тот период, мне тогда было 39 лет, и мы тогда брали вот это здание, не хватало огромной суммы денег, и вся церковь узнает, что пасторь вошел в сорокодневный пост, жена пасторя вошла в семидневный пост, в этой сорокодневке, и потом выходила на пяти днях, вся церковь подержала, кто-то вошел в однодневку, кто-то в три дня, кто-то в десять дней, кто-то в три недели, и вот так церковь начала поститься, вся церковь постилась, и мы взяли эту высоту, в том плане, что вдруг приехали какие-то бизнесмены, которые говорят, вот, Бог дал нам побуждение, дают мне конвертик, вот такая сумма денег, ну, просто примите от нас, ну, я принял, и нам не хватало ровно этой суммы, я поблагодарил этих бизнесмены, говорю, я благодарю Господа Бога своего за ваше послушание, потому что нам не хватает точно такой суммы, и они говорят, и вы привезли именно такую сумму, мы взяли эту высоту, вы сегодня знаете, сегодня мы пришли к такому рубежу, что у нас есть все, в том плане, что мы, у нас есть территория, у нас есть вот эта бетонная площадка, мы заказали, там архитектор сделал нам проект, там где-то пробил, там что-то надо, там проект имеет одобрение, то есть он все законный, потом упираются, что слишком мало земли, нужно выкупить, мы бьемся за ту территорию уже несколько лет, ну, казалось бы, там, ну, еще немножко, этих людей надо найти, они вот рядом, вот, и все начинает упираться во что-то, что наследников вдруг объявилось очень много, там, вот этот участок уже несколько наследников, они между собой это поделить не могут, и вот как сами болгары говорят, болгарская работа началась, ну, в том плане, что все, тупик, все, конца и края этому нет, нам говорят о том, что ничего у вас не получится, и вот здесь вот просто, ну, я понимаю, что все это духовно, понимаете, в том плане, что мы с этим уже много раз сталкивались, о том, что когда нам кажется, что все невозможно, мы всегда говорим, ну, для Бога все возможно, и для церкви Его, ворота ада нас не одолеют, я предлагаю, что на это деле мы будем входить в посты, но мне Бог открыл так, о том, что просто, ну, раньше я был помоложе, я брал сорокодневный пост, да, я 40 дней, я ничего не ел, я 40 дней был на воде, потерял 23 килограмма, весил 83, в конце, под конец я весил 60-59 килограмм, весь город знал, что доктор, один доктор сошел с ума, он же пастор церкви, вот, и просто взял голодовку, ну, давайте его это, ну, обследуем потом, и просто если бы яснется, что у него крыша поехала, и потом положим его в психиатрическую клинику, ну, где он уже там до конца жизни проведет, и вот взяли меня в диагностический центр после сорокодневки, и это была очень мощная евангелизация, в диагностическом церкви было доказано, о том, что у этого пастора и у этого доктора произошло полное обновление всех систем организма, понимаете, полное обновление, мне сказали так, у вас зрачок новорожденного младенца, в 39 лет у меня зрачок новорожденного младенца, можете себе представить, я воздал, слава Богу, говорю, это только Бог, потому что я не голодал, я постился, и это большая разница, понимаете, я делал это во имя Господа Иисуса Христа, и там профессор говорит, ну, можно мы вашу радужку занесем в энциклопедию, там, я говорю, да, пожалуйста, только допишите там о том, что это пастор церкви, он не голодал, а постился, хорошо, вот, где-то внесли в энциклопедию, вот такое свидетельство, ну, у меня сегодня, знаете, такое откровение получил о том, что в этот раз мне бы хотелось, что, ну, я думаю, что лучше, ну, для меня это откровение, лучше, если 40 человек будут поститься один день, чем один человек будет поститься 40 дней, потому что мне сегодня 58 лет, и я понимаю, что для меня сегодня уже вот этот 40-дневный пост, он может быть уже не по силам, и я верю в то, что когда мы сделаем это вместе, то это будет намного лучше и сильнее, чем это будет делать один человек, понимаете, вы согласны, может кто-то сказать, аминь, потому что мы церковь, мы одно тело, и мы бьемся за одно, одно единое, ну, вот наше, ну, в том плане, что мы, это же не только мне надо, это, во-первых, это надо Богу, это его территория, вы знаете, церковь побеждает, когда она берет что-то стратегическое, стратегически, то есть, вот, ну, я могу так сказать, мы уже взяли высоту здесь Болгарии, я хочу сказать так, что мы здесь, на территории Болгарии, единственная церковь, нету больше другой церкви, для интернациональная церковь, она называется официально, для русскоговорящих, нет больше другой церкви для русскоговорящих на территории Болгарии вообще, ни одной церкви, даже когда-то сюда захотела зайти русская православная церковь, Ей не дали здесь добро. Она не получила официальную регистрацию. Ни русская православная церковь, ни украинская православная церковь, ни какая другая, которая славяноговорящая или русскоговорящая. Мы единственная, то есть одна, только одна церковь для русскоговорящих. Это хорошо, как вы думаете? Я думаю, что это даже хорошо в первую очередь для Болгарии. Хорошо, когда на территории Болгарии есть еще какая-то церковь альтернативная, о том, что вот Болгария позволяет, что здесь вот у нас в церкви собираются другие христиане из разных деменаций, кстати. У нас из баптистской церкви, из пятидесянской церкви, в том числе и православные тоже приходят, и евангельские церкви, пресвятырианские церкви и так далее и подобное. Из разных стран. Это Украина, это Россия, это Белоруссия, это Казахстан, это Эстония, это Молдова. Слава Богу, правда. Сегодня упирается в то, что нам надо отвоевать территорию. Проект уже готов. Это здание, расширение здания от 100 до 130 человек. То есть у нас будет здание, то есть нам уже здесь тесновато. Аминь или не аминь? Нам тесно и нам хочется… У нас будет отдельный зал уже в проекте внесен, отдельный зал для операторов. Закрытый такой зал, где они могут спокойно сидеть, через окошко смотреть и отточивать камеры, съемка, звук. Отдельно комната матери и ребенка будет здесь. А здесь будет отдельная кухня, потому что здесь все для кухни предназначено. Отдельно еще два туалета. И вот там будет большой зал, ну минимально на 100 человек. Все есть, только все упираясь в какие-то глупости. Ну такие бюрократические проволочки о том, что ну вот там наследники откуда-то появились, они хотят, они не могут поделить. Сколько это может продолжаться? Это может продолжаться вечно. Вот это невозможно. Но я верю в то, что когда церковь о чем-то согласилась, и просто мы идем с постом и с молитвой, тем более. Потому что некоторые духи изгоняются только постом и молитвой. Аминь. И знаете, у меня сегодня еще одно такое о том, что я верю в то, что наша церковь выходит на новый рубеж. И мне очень нравится, что наша церковь растет, новые люди приходят, молодежная группа разрастается. И люди сами предлагают и проявляются какие-то определенные дары, таланты. И вот у нас периодически проповедует брат Санер Карагес. И это очень благословенно. Я думаю, что все мы согласимся о том, что у него проповедует какие-то особенные, да, такая хорошая апологетика. Мне нравится, думаю, всем вам нравится. И вдруг брат Санер предлагает, а что если вот у нас дома, мне тоже это очень нравится, что они открывают ворота своего дома или еще у кого-то. Ну, тоже как домашки, да, то, что вот кто-то приготовил, кто-то приготовил тему, вот, и мы все вместе молимся, что брат Санер предлагает проводить библейские курсы, правильно, как разбор Слова Божьего, правильно. Вот, и это будет раз в неделю тоже, по вторникам, по-моему, по вторникам. И мы уже сидели, разговаривали на эту тему. И мы, как повторяясь, Наталья согласны, одобрили о том, что мы только за. И мы бы хотели, вы согласны, чтобы у нас еще был где-то разбор Слова Божьего? Я считаю, что чем больше у нас будет вот таких вот библейских курсов, какие-то, разбор Слова или там, да, домашней церкви, молитвенных групп, тем это лучше для церкви Божьей. И мы хотели вам предложить сегодня, чтобы это началось, а это уже началось на этой неделе, и чтобы это имело благословенное продолжение. Ну, церковь призвана молиться, да, ну, вот, и... Да, я хотел бы попросить Санер немножко, да, презентацию такую короткую сделать. Насчет разбора, вот, мы проводим его у нас дома по вторникам в 8 часов. Есть возможность подключиться онлайн, есть возможность прийти. Количество мест, естественно, ограниченное, то есть... В 8 часов вечера, да. 1 час. С 8 до 9, да. Вот, мы стараемся реально в 8 начать, в 9 закончить, чтобы без там, ну, у всех есть работа, все хотят отдохнуть. Вот, вместимость дома ограниченная, то есть, я думаю, человек 8, ну, это прям хорошо, ну, там, в случае, если очень надо, может, там, чуть больше. И онлайн, там, вместимость уже, ну, другая. То есть, мы делаем трансляцию, есть камера, микрофон, то есть, нас видно, наше обсуждение видно. Онлайн тоже можно подключиться. И первое время я даже буду пробовать делать запись, ну, разборы, чтобы кто не успел попасть, мог пересмотреть на неделе. Единственное, я хочу уточнить, что это сейчас, на данный момент, планируется для людей, посещающих молодежные собрания, потому что, ну, опять же, очень сложно будет покрыть вниманием всю церковь сразу, всех возраста, всех желающих. Поэтому сейчас это скорее для тех ребят, кто посещает наши, ну, молодежные общения, и верующие, и неверующие, те, кто только присоединился к церкви, те, кто не знает, ну, на глубоком уровне Писания, чтобы была возможность задать вопросы, вместе прочитать, вместе обсудить, найти какой-то подход, как изучать Библию, потому что это тоже не так просто. Открыл, прочитал, как тебе показалось, так оно и правильно, то есть, там есть нюансы. Вот, то есть, пока это с такой целью, это не общая церковная, просто по той причине, что на данный момент я не вижу возможность покрыть вниманием всех, вот, так что возможность скорее для молодежи, которые ходят на молодежки. Но если прямо у кого-то есть вот настолько сильное вот желание и рвение, можете написать, попробуем обсудить как-то, но в индивидуальном порядке. Вот, пока это больше для тех, кто ходит на молодежку. Вот, ну, как я уже сказал, вторник 8 часов, возможность, ссылку я буду скидывать в чат для конференции в Zoom, и можно подъехать к нам домой тоже, с 8 до 9. Вот, все, спасибо. Слава Богу. Можно Алла здесь? Акарагез. Ну, все-таки, это супружеская пара, и они все делают вместе, и я бы хотел, чтобы мы сегодня встали, простерли руки, и вы хотите благословить это служение? Потому что это для Бога все делается, для расширения Его Царства Божьего. И я хотел со своей стороны предложить, что на этой неделе, во вторник, у нас будет пост. И он будет вот такой, ну, кто может пропустить завтрак, пропустите завтрак во имя Господа Иисуса Христа. Кто может пропустить и завтрак, и обед, пропустите завтрак, и обед во имя Господа Иисуса Христа. Сделайте это для того, чтобы церковь его одержала победу здесь, на этой территории, и чтобы нам можно было конкретно расширить здание церкви и вместить здесь больше народу. Вот, и во вторник в 8 часов мы приходим к Санэрук все, да, выходим из... Это была шутка. Ну, молодежь приходит, да, кто получит желание, предупредите, спешитесь. Да, мы не кушаем, да, мы там тоже будем поститься. Вот, и поэтому, если кто-то выдержит сутки поста, это будет очень большая, я думаю, что победа для всей церкви. Давайте мы всей церкви просто помолимся сейчас за этот библейский курс, за разбор слова. Ватим, прострем руки. Мы благословляем Господь, я как пастор церкви благословляю Господь, разбор слова, благословляю Господь, ведущего Господь, Отец. Это разбор слова Господь, брата Санэра Карагез, Господь, благословляю его супругу Аллу, Господь, Отец. Дай им, Господь, очень разумение, Господь, дай им от духа силы и любви и целомудрия, Господь, Отец. Санна, слава тебе, чтобы, Господь, все желающие, все жаждущие, все алгущие могли прийти, Господь, получить еще что-то большее, Господь, Аллилуйя, чтобы возрасти во спасение, чтобы утвердиться, чтобы укрепиться, Господь, чтобы укорениться, Господь, очень. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты наш якорь безопасный, Господь, очень. Спасибо тебе за дар учительства, Господь, Отец, Остана, в нашей церкви, что он так раскрывается через тех учителей, которые поднимаются сами, Господь, потому что ты взращиваешь, Господь, очень, что не я кого-то продвигаю, как человек, но, Господь, духом святым, Господь. Спасибо тебе, дорогой Господь. Мы благословляем еще и еще раз, Господь, Отец, Остана, слава тебе, во имя нашего Господа Иисуса Христа, молились, молитвы и согласия, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Будьте благословенны. Слава Богу.